Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос аноним. Встречалась с мужчиной 6 месяцев, через 4 месяца 4 раза был интим. Встречались раз в неделю в ресторан водил, подарки, цветы, признание в любви, я влюблена. Но роль любовницы не по мне, о чем я ему и сказала. Я привязываюсь, почему бы нам не пожениться, он ответил, что не собираются пока узаконивать, он за гражданский брак, он уже был в браке, снова разводиться не хочет, вдруг не повадим в быту. Поэтому предлагает плыть по течению. Я думаю расстаться, так как 6 месяцев достаточно, чтобы понять, что женщина твоя, и пора бы объявить всему миру, что она принадлежит только ему. Как думаете, какой срок достаточен, чтобы мужчина понял, что не хочет отпускать женщину? Мне очень больно слышать от него, что жениться не хочет, только плыть по течению предлагает, там посмотрим. Аноним, ну, здесь момент, пожалуй, в том, что вы как-то себе противоречите. То есть, ваша позиция, она немного противоречит тем, что с таким подходом к браку, с таким подходом к взглядам, да, на отношения, скажем так, Вам нужно бы, наверное, как-то пересмотреть, на мой взгляд, свое отношение к интимным отношениям. Извините за тавтологию. Тому как, вы, вроде как, говорите, что любовницей быть не хочу, но при этом, интим... В интимные отношения вступаете. Вот. И, нет, я не против интимных отношений, вы не побываете, чего такого. Вот. Я за максимальную свободу выступаю у человека. Вот. Но, просто, как мне кажется, здесь противоречие, вы когда... Дело в том, что вы когда, вот, ну, мультимные отношения с человеком соглашаетесь, да, вы когда соглашаетесь с мультимными отношениями с человеком, вы, так скажем, как бы, ну, формируете, наверное, не совсем соответствующий образ себя. Вот. В чем дело. Понимаете? То есть, мужчина в таком случае просто может, как бы, думать, что, ну, раз она соглашается на интимные отношения, да, сразу, например, или там даже после 4-х месяцев, то, раз она соглашается, ну, наверное, в таком случае действительно за неё, как бы, можно не беспокоиться и, как бы, ну, торопиться с... 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 ленибой не стоит. Вот. Поэтому, как бы, здесь ситуация двоякая. Вот. это первое. Второе. Почему вы думаете, что, ну, есть какие-то, так скажем, универсальные сроки? То есть, вам мой коллега, в принципе, сказал уже, и я могу только его позицию в какой-то степени повторить, что для всех всех людей, в общем-то, разные сроки, вот, и это, как мне думается, абсолютно нормальная история, вот. Другое дело устраивает ли это вас. Вот. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, это момент значения для вас брака. брака. Вот. То есть, какое значение для вас имеет брак? Имеет брак. Потому что, мне кажется, что, когда, когда, например, вы говорите про то, что вы привязываетесь, ну, вот, это имеет какое-то в данном случае особое значение. Я бы хотел с этим разобраться, что вы вкладываете в слово «привязываюсь». Потому что для меня привязывание означает то, что вы начинаете в человеке нуждаться. А нуждаемость в человеке никак не способствует выстраиванию здоровых, по крайней мере, отношений. Вот. При этом, конечно же, есть некоторые, некоторые градации этой нуждаемости, которые нужно выяснять и разгранировать. Ибо у всех всё работает по-разному. Я бы не хотел, опять же, все, ну, грести под одну гребенку всех, да, это, мне кажется, не корректно. Вот. Ну, как бы, на это я всё равно хотел бы ваше внимание обратить, да. Потому что, ну, как бы, важный такой аспект, на который вот, на который нужно обратить внимание. Вы же почему-то его пропускаете. Вот. Следующий момент. Вы использовали такую фразу, да, что там, ну, мужчине достаточно времени, чтобы понять, что, значит, женщина его, объявить всему миру о том, что она принадлежит только тебе. И вот здесь как будто бы вы пытаетесь, ну, скажем так, себя защитить от чего-то. Вот. Как будто бы. Как будто бы вы не очень, знаете, в себе уверены. Как будто бы вы, знаете, в себе, вот, ну, в какой-то степени, да, сомневаетесь. Вот. Вот. И пытаетесь вот таким образом себя защитить. Вот. Защитить, обезопасить, как угодно это называть. Как бы, суть и смысл, по большому счёт, как мне кажется, от этого не изменится. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы обратить ваше внимание и на это тоже. Да? Вот. Потому что момент важный. Вот. Ситуация важна. Вот. А вы, на мой взгляд, как бы, ну, несколько к этой ситуации относитесь. Ну, вот. Поверхностно. Вот. Сердце вашей привоженности и попытка опереться на человека, человека, вообще говоря. Вот. Мужчина это, скорее всего, чувствует. Вот. Соответственно, этого не хочет. То есть вас оградить, оградить от себя. Немаловажный момент, на мой взгляд, заключается в том, что он говорит, ну, мужчина говорит, вдруг мы не повадим в быту. Да? Ну, вообще, мысль, как бы, несколько здравая, я бы сказал. В том смысле, что действительно вы можете в быту не повадить. Это правда. Хоть это, может быть, вам и неприятно, но это правда. Вы действительно можете в быту не повадить. Так вот, идея в том, моя, чтобы попробовать, то есть, почему не попробовать, а, ну, проверить себя в быту с ним. Вот. Ну, предложите, почему бы не, почему бы не предложить ему, а пожить какое-то время вместе. Вот. Как бы. Такой момент. Ну, и, в целом, вот этот вот аспект, что вы, на мой взгляд, как мне кажется, слишком много уделяете внимание человеку и довольно много уделяете внимание, там, ну, грубо говоря, его чувствам. И немного, как мне кажется, внимания вы уделяете себе, вот, ну, себе, да, своим чувствам, вот, своему, как бы, отношению к человеку, это, как мне кажется, достаточно серьезно бросается в глаза. Поэтому я бы вам рекомендовал все-таки больше поспрашивать себя, а я-то вообще к мужчине чего чувствую, вот, привязанность-то моя к нему это про любовь или моя привязанность к нему это все-таки больше про определенную, скажем так, потребность в нем, в мужчине. Вот, так сказать, за свою потребность, за свои потребности, ответственность на сетевые человек, их удовлетворять не обязаны, не трудно. Он может, конечно же, он может это делать, он может это делать, это правда, но он также может этого и не делать. И вот, что будет, если он этого делать не будет, большой вопрос тому, как вы, на мой взгляд, именно с этим, по сути дела, и столкнулись с тем, что мужчина может не захотеть делать что-то для вас. Да, это неприятно, да, это может вызывать определенные чувства, такие, например, как обиды, такие, например, как ощущения тревоги, такие вот, то, что вот вы говорите, что вам больно, вот, и так далее, это все понятно, но в этом есть и ваша ответственность. В том, что вы в такой ситуации для себя сами оказались. Поэтому я бы, конечно, обратил внимание на вашу позицию в целом. Никто вас не доставляет уступать в интимные отношения, никто вас не доставляет спать с мужчинами, но, с другой стороны, никто вас и не доставляет в то же время идти против себя, против своей природы, если вы так считаете, я имею в виду, если вы считаете, что что-то против вашей природы, вот, никто не доставляет вас это делать. Поэтому на этом, мне кажется, очень важно обратить вам, по крайней мере, свое внимание, да, просто, чтобы вот, как-то лучше, лучше, ну, может быть, в себе разбираться. Вот, потому что сейчас, по моим ощущениям, вы достаточно, ну, как сказать, достаточно быстро, вот, я бы, наверное, такое слово подобрал бы, достаточно быстро обращаетесь в тем, что происходит непосредственно с вами. Вот, в хорошем это приводит, к сожалению, весьма-весьма редко, когда там, ну, так уж устроено, да, что если к себе, если к себе невнимателен, вот, если, ну, человек, как бы, вот, к себе невнимателен, вот, то, ну, может просто совершать какие-то ошибки определенные, да, может получать, вот, немножко, ну, не то, что изначально хотел, вот, то есть, как бы, вы, если общаетесь с мужчиной, да, 4 месяца до интима, еще 2 месяца после, вот, наверное, у вас была возможность, ну, в какой-то степени его узнать, да, в какой-то степени понять, что он за человек, что из себя представляет, и, наверное, вы увидели, как он относится к браку, наверное, вы узнали о его, о его, как бы, ну, в прошлом негативном опыте этого, этого самого брака, вот, и, и, почему-то вы думали, и продолжаете, продолжаете думать, что именно с вами брак, как он вступить, вот, прямо сейчас захочет, ну, как бы, нет, у людей, если есть какие-то пунктики, они достаточно жесткие, вот, и, соответственно, соответственно, развод, допустим, ну, для вашего же мужчины, например, мог быть достаточно травматичным, и он просто не хочет повторения этого опыта. Вот, а у вас от этого зависит, судя по всему, самооценка, понимаете, то есть вы становитесь, как бы, зависимой от проблем мужчины, от его, ну, да, от его желания, от его какой-то, вот, ну, проблематики, так сказать, вот, а, как бы, хорошего в этом ничего нет, позитивного для вас в этом ничего нет, к сожалению, вот, кроме только вот какой-то неопределенности, да, и ощущения того, что он, там, не знаю, что вас обманули, что вам пудрят мозг и так далее, вот вы говорите, что мужчина должен, там, объявить что-то женщина его, то есть вы говорите про то, ну, по сути, вы говорите про то, чтобы человек взял ответственность, да, вы хотите, чтобы человек взял ответственность за вас, вас, а что будет, если он не возьмёт, это помещает вам его любить, это помещает вам быть с ним, но в таком случае возникает вопрос, а что вы к нему чувствуете, если у вас сейчас такая условность, понимаете, ну, поэтому тут мне кажется, что вот, насколько вы невнимательны к себе, да, и насколько может быть не структурирована ваша позиция, насколько вы хотите, чтобы другой человек взял ответственность за вас и за вашу жизнь, вот. Я не претендую на истину, поймите меня, поймите меня правильно, вот, я верю в то, что я могу ошибаться, я просто даю здесь вам пишите размышления, надеюсь, что это натолкнёт вас на определённые мысли, которые бы могли вам помочь на эту ситуацию посмотреть более глобально и более конструктивно, а не так, что сколько мужчине нужно времени, чтобы он понял, что хочет жениться, это ведь не первый брак человека, и вполне возможно, что он больше не захочет жениться вообще, посчитав, что, ну, брак не нужен, что тогда, понимаете? А почему вам так важен именно брак? Вопрос. Не тревожность ли это случайно? Не страхи ли это ваши случайно? На этом, мне кажется, и нужно обратить внимание и при необходимости с этим поработать. На этом всё, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!